Девять лет они мечтали переехать из общежития в собственную квартиру. Две светлых комнаты в новом микрорайоне, пять минут до озера, 15 до центра города. В семье Замана понимали, льготный кредит получить непросто, а своих средств на жилье не хватит. Когда на работе предложили для семей коллектива построить дом по себестоимости, Валерий сам строитель согласился сразу. Вообще удача как бы улыбнулась нам. До этого я вообще не мог себе позволить квартиру построить. А вот на данный момент уже вот в квартире своей стою. И как бы все получается. Есть такие нюансы, конечно, много, но будем стараться до Нового года въехать. Сделать подарок новогодний. Двухкомнатная квартира обошлась семье всего в 40 тысяч рублей. Почти на треть дешевле, чем в аналогичных домах по соседству. Валерий шутит, таких цен 710 рублей за квадрат в городе давно нет. Дом первый в Гродненской области построен без наценок. Застройщик отказался от сверхприбыли, а люди вложились в стройку. Сыграли на разнице. Взяли кредит на общих основаниях, но за счет низкой стоимости квартиры жилье получилось доступным. И льготный кредит не нужен. В этой схеме работают все нуждающиеся, состоящие на учете. Потому что с господдержкой определенные категории могут получить. А здесь все участвуют в этой схеме. Поэтому эта схема заработала. Мы не должны перешагнуть грань. Гродненский строй строят на продажу. Мы должны соблюдать соотношение продажи и по себестоимости. Это 30 для нуждающихся, а 70 на продажу. Только так удастся удержаться на плаву. Специалисты признаются, рынок жилья кардинально изменился. Если раньше большинство строилось с поддержкой государства, и оно сделало много, прежде всего для многодетных семей, то сегодня за счет граждан. В Гродно жилстроя услышали и приняли к сведению и посыл президента, который потребовал выполнения принципа. Цена квадрата не должна быть выше среднемесячного заработка. В Гродно нашли выход. При этом обеспечили работой и себя, и партнеров. Во-первых, если посмотреть, мы в шаговой доступности от завода. Это всего лишь один километр от нашей основной производственной базы. Панели, можно сказать, ходили пешком от промышленного предприятия на стройку. Это, во-первых, загрузка нашего предприятия, потому что тот спектр, который, я повторюсь, строительство квартир и домов на продажу, он не может быть бесконечным. Мы этот, так сказать, слой или срез населения исчерпали. Помимо доступности, еще один плюс для потребителя. Не нужно ждать очереди на строительство. Создаешь на работе кооператив и уже через год въезжаешь в свою квартиру. Эксперимент уже признали удачным. Построиться по себестоимости готовы полторы тысячи горожан. Но такая схема подходит лишь большим городам, где есть крупные предприятия и коллективы, способные быстро заполнить все квартиры. На селе ситуация другая. Здесь люди нацелены на строительство и покупку частных домов. К тому же в районе много уже готовых, но пустующих квартир. Гродненским облсполкомам внесено предложение в правительство о том, чтобы существующее законодательство по предоставлению государственной поддержки гражданам в жилищном строительстве предусмотреть. И кроме самого строительства и реконструкции жилья, также и приобретение жилых помещений. Потому что сегодня в основном многодетные семьи хотели бы приобрести жилые помещения как на первичном рынке, так и на вторичном. Особенно на вторичном рынке, это в сельской местности. В регионе более 70 тысяч нуждающихся в улучшении жилищных условий. Половина из них в Гродно. В ближайшие два года для них только в областном центре возведут еще 9 домов по себестоимости. Свой опыт гродненцы готовы предложить и строителям в других регионах. Но в семье Замана все мысли занимает грядущий переезд. До Нового года нужно успеть завершить ремонт. А там и о третьем ребенке, можно подумать. Надежда Завиновская, Александр Бажуков. Наши новости. Гродно.